Если льете слезы на морозе и начинается насморк, когда не простужены, вполне вероятно, что у вас аллергия на холод. Заболевание редко и опасное, и по словам врачей, может привести к отеку к венке. О том, что это не миф, Елена Баканова узнала еще в студенческие годы. По дороге в институт сильно замерзла. Последствия долгого пребывания на холоде оказались серьезными. Когда села в автобус, чувствовала, что все внутри просто не то, что трясется и дрожит. Каждую клетку ощущала. Когда приехала в институт, свое лицо не узнала. Появился отек очень сильный, краснота и плюс такие прям по типу волдырей, можно сказать, популезная сыпь очень сильная. Елене понадобилось три дня, чтобы прийти в норму. Для облегчения симптомов пришлось принимать антигистаминные препараты. С тех пор она боится сильных морозов и, если за окном ниже 14 градусов, старается выходить из дома только по необходимости. Шарф, шапка и варежки – три незаменимых вещи в ее гардеробе зимой. Врачи утверждают, что симптомы аллергии обостряются при сильном ветре на открытых участках тела. Больше всего страдают руки и лицо. В легких вариантах она может протекать, как небольшие покраснения на коже в виде волдырей. А в тяжелых вариантах больные достаточно плохо себя чувствуют. Все участки тела, которые доступны холодному воздуху, отекают. Может даже повышаться температура. И иногда даже требуется госпитализация таким больным. Аллергия на холод проявляется не только зимой. Неприятные симптомы могут застать врасплох в любое время года. Например, после купания в прохладном водоеме. Проще всего заболеть людям, организм которых ослаблен. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями – гастритом, танзелитом, холециститом. Чтобы выяснить, есть ли у человека холодовая крапивница, проводится простой тест в условиях стационара. Специалисты прикладывают кусочек льда на 3 минуты. Если в этом месте появляется волдырь, значит крапивница есть. Избавиться от аллергии нельзя. Можно лишь контролировать ее проявление. Специалисты рекомендуют избегать долгого пребывания на морозе и одеваться теплее. А за час до выхода на улицу наносить на лицо увлажняющий крем. Зимой правильно и вовремя питать нужно не только кожу, но и желудок. Научно доказано, что голодный человек на морозе замерзнет быстрее сытого. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.